В молдавской судебной системе есть честные судьи? О правовой реформе в Молдове можно говорить только в шутку или только с издевкой. Закон существует сам по себе, мнение судей существует само по себе. Вот как судья считает, вот так оно и будет. Законно-то, незаконно никого не волнует. Это является и базой судебной коррупции. Когда судья может сделать так, а может сделать вот так, возникает возможность оказания на него давления. У нас система, она порочна сама по себе. А понимаете, что в таком случае обычный гражданин остался, в принципе, без защитников? У нас права реформы трансформировались в форму бизнес-деятельности. Бизнес-деятельность. Это форма зарабатывания денег. Абсолютно легальная форма заработать сотни тысяч. И мы слышим от политиков, какая разница, вся страна знает. Вот вся страна знает, и все, этого достаточно, чтобы посадить человека? Нет, это преступные умозрительные заключения. У нас гражданское общество глубоко коррумпировано власть придержащими. Даже так? Гражданское общество трансформировалось из сторожевого пса демократии, трансформировалось в послушную шавку, которая там лижет сапоги власть придержащим. Судьи сейчас в панике, они боятся. Они банально боятся принимать законные решения. Дублирование вот этих органов ни к чему хорошему не приводит. Они расплодили эти должности, они расплодили возможности для получения взяток, они расплодили различных должностных лиц, которые получают очень комфортабельные заработные платы. А ввозы мы не там. Огромное количество вещей, где у нас власти засунули руку в карман народа не по локоть, а по плечу уже. Молдова на сегодняшний день является демократическим государством. Пускай рухнет мир, но восторжествует юстиция. Господин Павловский, добрый день, добро пожаловать на наш подкаст. Добрый день, добрый день. С самого начала хочется договориться, чтобы мы с вами как можно реже использовали фразеологизм реформа юстиции, потому что мне кажется, это у каждого гражданина нашей страны уже вызывает некий рвотный рефлекс. Но мы не сможем полностью исключить это, поскольку я правда хочу сегодня поговорить с вами о юстиции, но так, как для чайников, чтобы любой обыватель понял, а что все-таки происходит в области, о которой последние года четыре, нет, на самом деле намного больше, но последние года три, почти четыре, нам трубятся всех телеканалов и до этого трубили. Объясняют, что это самое главное, что должно происходить сейчас, чтобы наша жизнь поменялась в лучшую сторону. Жизнь в лучшую сторону меняется. И при этом, когда смотрим на то, что происходит в системе юстиции, это напоминает какое-то вечное копошение, 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 а эффекты ноль. Попробуем так, по-простому говорить о очень важных вещах. Давайте начнем сразу с главной проблемой, которую нам пытаются объяснить власть имущие. На ваш взгляд, в молдавской судебной системе есть честные судьи? Ну, я допускаю, что я не есть. Но я вот за последние, скажем, 12-13 лет таких не встречал. Бывший судья европейского... Ну, я допускаю, что такие люди есть. Бывший судья европейского суда по правам человека говорит, что допускает, что они есть. Смотрите, я сегодня, готовясь к нашему разговору, поговорила с разными людьми. Один мой очень близкий человек, который хорошо знает судебную систему, говорит мне, что, по его мнению, максимум 5% судей в молдавской судебной системе честны. Максимум 5%. Видите, примерно совпадает с вашим мнением. А вы бывший судья европейского суда. Вся проблема в том, говорит он, и другой судья, с которым я сегодня говорила, что весь этот витинг, привитинг, который был придуман для того, чтобы как бы почистить систему, избавиться от коррумпированных, от нечестных и так далее, и мы в это верили. Весь этот привитинг и витинг свелся к тому, что система избавляется не от тех, кто нечестен или коррумпирован, а система заменяет одних лояльных на других лояльных. И я, как гражданин, задаю себе вопрос, а мне с этого что? Ну, знаете, изначально я бы хотел сказать, что о правовой реформе в Молдове можно говорить только в шутку или только с издевкой. Потому что то, что у нас происходит, только реформой не может быть названо. Это может быть названо, как вы хотите, только не реформа. Реформа — это действие, заключающееся в глубочайших структурных изменениях внутри самой системы. У нас же государство пошло по пути смены одних судей и замены их на других судей. Вот вы сказали лояльность. Я бы не сказал лояльность, я бы не использовал это слово. Я бы использовал слово, скорее всего, конформизм. Конформизм. Судьи — это же такие же человеки, как и мы. У них есть семьи, у них есть ипотеки, у них есть там различные другие финансовые интересы. И последнее, чего они хотели бы иметь, это потерять свою работу. Я даже не говорю о получении взяток. Ну, может быть, у нас в некотором роде роль взяток в молдавской судебной системе несколько преувеличены, да, они есть. Когда-то, лет 10, 11, 12 назад, я как-то прочитал, что какая-то организация проводила оценки, и они пришли к выводу, что количество взяток, которые ежегодно уплачиваются в молдавской судебной системе, превышает 200 миллионов долларов в год. Да, то есть это, ну, я не знаю, это же нельзя проверить. А это как, что они пришли к судям, спросили, сколько тебе заплатили за решение? Ну, вряд ли судья об этом честно скажет. Это невозможно, это невозможно проверить. Но адвокаты знают, кому они платили, сколько они платили. И даже если адвокат тебе не скажет, вот, что вот я этому суде заплатил по такому-то делу такую-то сумму. Но этот адвокат со знанием дела может сказать, что вот я, ну, скажем так, вот у меня был один, и сейчас еще есть один знакомый адвокат, я ему как-то начинал говорить про эти судебные системы, все эти вот реформы, изменения законодательства. Он так открывает шкаф, и там в шкафе стоят пакеты, не пакеты, а конверты. Конверты. Такой вот примерно ряд конвертов. И он говорит, Стаслав, конечно, какая реформа, вот это вот моя норма на этот год. Это сейчас? Это не сейчас, это было примерно 4 года назад, да, 5 лет назад. Но как бы то ни было, я убежден, что ситуация не поменялась. Но вот это вот понимание людей, реформа. Так я к чему? Я, может, не довела до конца свой вопрос. Так может быть, если действительно честных судей мало, и вы это говорите, я назвала цифру около 5%, я бы сказала до 10%, по моим собственным ощущениям. Может, тогда нынешняя власть права, пас прав, что надо резать, и вешать, и вычищать, и выгонять, и так далее. Через сито всех правдить. Может, они правы? Ну, знаете, я все-таки юрист по образованию, по формированию, по убеждениям. И я не могу огульно обвинять людей. Я могу высказать свое мнение. Вот я считаю, что там, допустим, есть честные люди, но их не очень много, и они там не играют особо большой роли в судебной системе. Да, это я знаю, это я чувствую. Мне об этом говорилось неоднократно, когда я говорю людям из судебной системы. Ну, почему вы делаете так? Это же незаконно. Мне отвечают. Ну, вы же знаете, как эта система работает. То есть они мне говорят, ну, вы же как наивный пришел сюда и говоришь, что это же незаконно. Ты же знаешь, как у нас делается. И вот это вот, ты же знаешь, как это делается, это для меня уже все. Мне больше ничего не нужно, никаких доказательств. Я много с кем общаюсь из системы юстиции, стараюсь понимать, что там происходит. Меня очень сильно удивила, просто шокировала одна вещь, которую мне рассказал человек из системы. Он был в системе и до прихода нынешней власти, во времена Плохотнюка. Он в системе остается и сейчас. Мне человек говорит следующую вещь. Даша, знаешь, какое вообще главное изменение, которое произошло за вот все эти годы? Мы говорим, победит, реформа, борьба с коррупцией и так далее. Все изменение заключается только в одном. Раньше, например, во времена Плохотнюка, надо было платить деньги судьям за незаконные решения. То есть, грубо говоря, судья понимал, что если он принимает незаконные решения, когда-нибудь ему может прилететь, ну, мало ли что. Кто-то там раскопает, начнет проверять законность, незаконность принятых решений. И ему, как судья, как юристу, который понимает, что он делает, понятно, что он идет на противозаконную деятельность. Соответственно, нужно за это что-то получить, хотя бы какой-то бонус взамен. Плата за риск. То есть, тогда платили за риск принятия незаконных решений. Сейчас, Наташа, нужно платить за принятие законных решений. А если вообще речь касается дел, процессов, где ответчиком является государство, судишься ты с налоговой службой, с фиском, судишься ты, не знаю, с ЦИКом, с кем угодно, с любая государственная структура, с АПП, с кем угодно ты судишься, если ответчик государства, здесь только за бабки можно принять законные решения. Потому что судьи понимают, если вдруг ты принимаешь решение, которое может не понравиться нынешней власти, им за это прилетит. Даже если это законное решение. Поэтому им, соответственно, нужен бонус за другой уже риск. Риск впасть в немилость к нынешней власти. Меня это шокировало. Вот по вашим ощущениям это действительно так? Да, в этом метрогизм ситуации. Мне трудно сказать, если это так, либо если это не так. Трудно сказать, потому что я не могу судить о всех делах. У нас в судах рассматривается ежегодно десятки тысяч дел. Это и гражданские, и уголовные, и административные. Но мы говорим о тех делах, которые вызывают большую чувствительность со стороны общества. Да, называемые high profile. High profile, да, кейсис. Такие вот дела у нас есть, но их мало. Но, к сожалению, торгизм, опять же, ситуация заключается в том, что судьба этих дел, она уже предрешена. Это заявление президента, что вот тот, он сволочь, его надо посадить в тюрьме. Почему он еще не в тюрьме? Или там премьер-министр заявляет то же самое, что вот эти там такие преступники, как это так, они их еще не посадили. И писатель парламента. Вот эти вот такие деятели у нас, великие юристы, которые, великие юристы, я говорю в шутку, потому что это понятия не имеющие о том, что такое право, и как должно работать право в цивилизованном демократическом государстве. Вот они позволяют себе такие его заявления. Некоторые даже называют судей. Вот вы посмотрите, вот этот вот нехороший человек, вот он такое вот решение принял. Мы это так не доставим, мы там это... Или там другой заявляет. Но вы смотрите там, потому что вот вы там завтра даже будете проходить через эту комиссию ветинга. И это, соответственно, наталкивает судя. Это феномен, которому нет понятия, нет определения в судебной системе, но сам феномен существует. Поэтому я так думаю, что наш парламент, если бы это был нормальным демократическим парламентом, он давно уже должен был отреагировать на такого рода заявления и сформулировать их, сформулировать эти заявления как нарушение закона. Для этого должна быть четко сформулирована правовая норма и предусмотрена ответственность за такого рода заявления. Но поскольку у нас нет ответственности за это, у нас есть ответственность за вмешательство в отправление правосудия. Есть такая норма, но здесь в данном случае это не вмешательство. Когда мы говорим о вмешательстве в отправление правосудия, мы говорим о вмешательстве по конкретному делу. Вот по этому делу должно быть там такое-то решение. Это да, можно говорить о вмешательстве. Когда же говорится вот так вот в целом, тем более, что уже решение принято судьей, то есть ты не можешь вмешиваться в дело, по которому уже решение принято. А когда президент страны в эфире национального телевидения говорит, что те судьи, которые рассматривают дела по большой коррупции, должны быть очень внимательны, какие решения принимают прокуроры, прокуроры уже прислушиваются, грубо говоря, и предъявляют им требования 10 лет, 15 лет. И судьи должны прислушаться к прокурорам, потому что их ждет процесс ветинга. В случае, если они примут неправильное решение, то их ждет процесс ветинга. Это является вмешательством правосудия? Это вмешательство, на мой взгляд, это является вмешательством отравления правосудиям, но такого рода вмешательство не определено законом, не сформулировано в форме правовой нормы, которая вовлекла за собой соответствующую ответственность. Гражданскую, административную, уголовную, неважно, должна быть какая-то ответственность. У нас такого нет, чего, в принципе, у нас много нет. Это один из тех элементов, которые могли бы быть базой для проведения настоящей судебно-правовой реформы. У нас много чего нет. Если взять, скажем, нарушение в сфере юстиции, если вы откроете уголовное законодательство тех же Соединенных Штатов, вы посмотрите, сколько там правовых норм, которые наказывают вмешательство от правления правосудиям. Огромное количество норм, наказание жесточайшее доходит до того, что вмешательство, отправление правосудиям, наказание за это вмешательство равно по тяжести наказанию за само преступление. То есть, если ты вмешиваешься в дело по убийству, то наказание за это вмешательство является эквивалентным наказанием за самоубийство. Я вам хочу сказать, что я вообще о судебной системе, о всем, что происходит в органах прокуратуры, говорю уже своих эфиров, наверное, лет 10. Я не эксперт, опять же. Я всегда основываюсь на том, что мне рассказывают люди изнутри системы. Прекрасно я понимаю, что у них у всех есть свои интересы, но я умею, как и любой журналист, отфильтровывать. У меня, честно говоря, очень неоднозначное, противоречивое отношение к судебной системе сегодня. С одной стороны, я абсолютно согласна, что честных судей довольно мало. Сейчас уже не будем искать, кто виноват. Не важно. Так сложилось. Это уже сложилось не сегодня, не вчера, не позавчера. Вот так сложилось в нашей системе. Часто в таких слабых демократиях, как в нашей, судебная система полностью коррумпируется. С другой стороны, я смотрю на то, что происходит с ними последние несколько лет. Мне искренне их не то чтобы жаль, мне это даже как-то уже, наверное, даже не вас смущает. Я просто понимаю, насколько они даже сами виноваты, потому что они не осознают, что они сила. Они каждый раз после смены очередной власти, они становятся словно предаточным элементом власти. То есть власть приходит, меняется, заказ поступает один, там, сажаем этих или враги эти. Судьи перестраиваются. Власть меняется, меняются враги. Те же судьи меняют шапку, снова кепку, направление кепки, снова перестраиваются. Они не понимают, что вообще в Конституции записано у нас разделение властей. И они такая же власть, как и парламент. Они такая же власть, как исполнительная власть. У меня такое ощущение, что они не ощущают себя властью. Я когда услышала о том, что, допустим, в Великобритании судья, просто вот ты говоришь судьей в каком-то контексте, и судье кажется, что ты проявил к нему неуважение, судья без процесса, без сил, может тебя отправить на два года в тюрьму за неуважение к суду. Понятно, что они этим не злоупотребляют, но у них есть это право. То есть у них есть понимание, что они сила. У них может все, что угодно там хотеть королева, король, исполнительная власть. Там судья — это судья, он власть. А наши судьи, я смотрю на них в большинстве своем. Там несколько есть людей, которые пытаются, пытались во времена Плохотнюка, а пытаются сейчас. Но они, к сожалению, в меньшинстве. Вот этих борцов, этих бойных, их мало. А все остальные, как вы говорили, конформисты. Так может, они сами виноваты, что так оно все плачевно? Знаете, я бы немножко переформулировал тот аспект, под которым вы подняли этот вопрос. И задал бы вам вопрос. А почему у нас вообще возникает вот эта проблема? Хороший суд, плохой суд, хороший судья, плохой судья, честный судья, нечестный судья. Почему у нас вообще возникает этот вопрос? Я сам же отвечу на этот вопрос. Вся проблема заключается в том, что у нас в Молдове отсутствует правовое государство. Когда я говорю о правовом государстве, я говорю о верховенстве права. Верховенстве права. У нас в судебной системе отсутствует верховенство права. У нас существует верховенство мнения, личного мнения судьи. Вот как судья считает, вот так оно и будет. И законно-то незаконно никого не волнует. То есть уровень субъективизма в Молдавской правовой системе настолько высок, что закон становится чем-то совершенно безотносимым к этому всему делу. Закон существует сам по себе, мнение судьи существует само по себе. И в этом случае, поскольку судья решает так, как он считает необходимым, то возникает возможность и повлиять на мнение судьи. В том числе путем дачи взятки, в том числе обещания судьи повышения под должности либо перемещения его из одной судебной инстанции в другую судебную инстанцию, появляется интерес у судьи в выполнении заказов, политических заказов, бизнес-заказов, разного рода заказов. И это является базой конформизма судей, судебного конформизма. Потому что для судьи выгоднее сделать вот так и получить определенные блага, даже если это не взятка, а чисто перемещение из судьи, скажем, Резинского района на должность суди апелляционного суда города Кишинева. Но вы согласитесь, что все-таки есть разница в этом? Конечно. И зарплата, и влияние. Просто на лицо. Да, да, да. Какие дела в Кишиневе рассматриваются. Квартира, там машины хорошие, красивые. Вот. Так, а почему это происходит? Это, в том числе, это является и базой судебной коррупции. Судебной коррупции. Когда судья может сделать так, а может сделать вот так, возникает возможность оказания на него давления, непроцессуального давления, как мы называем, и, соответственно, получения решения, которые не соответствуют закону. Но судья говорит, извините, это мое судебное мнение, я по закону имею право на судебную дискрецию, я этим правом воспользовался, я принял такое решение. Не нравится вам? Вот, пожалуйста, апелляционный суд, обращайтесь. Отец, апелляционный суд, не нравится вам? Вот вам, верховная суть, пожалуйста, обращайтесь. То есть, у нас система, она порочна сама по себе. Вот вы посмотрите, у нас власть придержащие жалуются. Вот такое-то вот дело, столько времени не рассматривается, и тому подобное. Волокитятся дела. А я сижу и думаю, в душе смеясь. Либо это некомпетентность, либо это ипокризия, банальная ипокризия. Почему? Вот в советские времена, я захватил и те времена, я работал в прокурорской системе, начиная с 80-го года, то есть, я захватил с 50-го до 90-го, начало 90-х годов, я работал в той системе. И у нас в головном правоциальной кодексе предусматривали судебные сроки. То есть, на расследование дела тебе отводилось два месяца. Обязательно два месяца. То есть, это бесконечное рассматривание дела? Да, да. Через два месяца, если ты не укладывался в сроки, бывало такое, что не укладывался, ты должен был идти на продление срока следствия к замгенерального прокурора. К замгенерального прокурора ты когда идешь, чтобы попасть к замгенерального прокурора, ты проходил через зонального прокурора. Тогда существовала такая должность зональный прокурор. То есть, прокуроры местные, они были распределены по зонам, каждый имел своего зонального прокурора. Но это сроки существовали в прокуратуре на расследование дел, а в судебной системе какие-то тоже были сроки? В судебной системе, я сейчас не могу вам сказать, я не помню. Я был прокурором, я говорю про судебное... Но вам как, вы помните, были процессы, которые длились годами? Ну, конечно же, нет. Нет, обычно судебное заседание заканчивалось, или процесс по делу заканчивался за одно судебное заседание. То есть это была обязанность прокурора, обязанность судей обеспечить явку свидетелей. Свидетель, если не появлялся, его могли наказать за неявку. Вот, и за одно судебное заседание дело заканчивалось. Доходило до того, что в тот же самый день приговор выносился. Я веду речь о уголовных делах. По гражданству было еще проще, еще проще. Но тогда прокуроры, они обладали надзорными функциями. То есть прокурор, если он даже не участвовал по делу, он мог прийти, запросить дела, проверить и написать протест по судебному решению, по тому-либо иному судебному решению. То есть суди, они относились с определенной опаской к прокурорам, зная, что прокурор обладает вот такого рода надзорными функциями. То есть, как говорится, новое это все хорошо забытое старое. Так вот и здесь, если бы судьи были искренними, судьи, власть придержащие были бы искренними, они подняли бы старые законы, посмотрели, как государство отвечало на вот эти вот проблемы в те времена. И посмотрели бы, может быть, что-то полезное, возможно, было бы подчеркнуть из тех времен. Они же любят говорить, что все, что из прошлого, все плохое, это един яд, это един яд, дело дьявол. Я как в том анекдоте говорю, что они не читатели, они писатели. Абсолютно. Еще одна вещь, которая меня очень сильно удивила. Опять же, это из разговора с одним из судей. Судья, на мой взгляд, относится к тем 5% честных, потому что не могу вдаваться в подробности, чтобы мне не стало понятно, о ком я говорю. Но у него есть проблемы. И были проблемы, и есть проблемы. То есть, если, знаете, кто подкладывается под власть, обычно у них проблем не бывает. Это один из тех судей, у кого есть проблемы. И он мне объясняет, Наташа, знаешь, вот весь этот вейтинг, который они придумали, это же на самом деле предвыборный лозунг был. Вот это реформа юстиции, это все был просто предвыборный лозунг, на котором они пришли к власти. Потому что на самом деле, если бы они хотели добиться того, чего мы все ожидали, зачем вообще реформа юстиции нам всем нужна? Для улучшения качества правосудия. Чтобы человек знал, что если он пойдет в суд, у него есть шанс, не то что шанс, у него есть право и гарантированно справедливое решение. Справедливое. Вот самое главное – справедливое решение. Говорит, чего они сейчас добились? Говорит, к примеру, раньше, я вот уже говорила в одном из подкастов, раньше в той системе при плохотнике приходили к судье и говорили, когда власти нужно было какое-то решение, говорили, слушай, давай здесь нужно что-то, здесь надо сделать так. Судья понимал, что это незаконно, мог пойти на это. Тогда его начинали по всем этих судейской иерархии поднимать, промовировать. Это как вы сказали, из какого-нибудь регионального суда переводить в центральный суд. Немножко статус повышать, машина получше, в ЧСМ попадет, в ЧСЖ попадет и так далее. Система работала так. Но если ты отказывался, тебя не выгоняли системы. Ты оставался в системе, просто ты становился таким, ну что-то вроде маргинала. К тебе не попадали очень важные дела, но ты мог продолжать работать в системе, тебя оставляли в покое. Говорит, сейчас, если ты отказываешься принимать решение, которое необходимо власти, причем не обязательно, как он говорит, не обязательно даже власть должна приходить и нажимать на кнопку и говорить тебе, так, в комтре садопт. Очень часто это даже, они пытаются, знаете, как дураку скажи молиться, он себе лоб прошибет. Здесь то же самое. Очень часто эти судьи, сами понимая, как эти хотят, сами принимают необходимые решения. Говорит, сейчас как происходит? Если ты отказываешься, тебе не дают жизни. Приходят за тобой. Разные способы. Они там, прокуратура, антикоррупция, все что угодно. СИБ и так далее. Приходят за твоими родственниками. Говорит, даже давление просто такого не было никогда. О чем он говорит? Цель на самом деле заставить судей работать на систему, то есть на нынешнюю власть. Потому что на самом деле, если их интересовало по-честному почистить систему, им не нужно было придумать никаких рейтингов. Им надо было создавать комиссию, которая бы просто брала каждого судью и изучала его решения. Ты понимаешь, что если по одной и той же статье в похожих случаях судья три раза давал по 10 лет, 8 лет, 10 лет, 12 лет, а в каком-то вдруг при таких же обстоятельствах дает условно, это уже вопрос. Здесь надо покопаться. Просто ты берешь судебное решение каждого суди и изучаешь качество принятия этих решений, чтобы как раз таки увидеть, там ли появляется субъективизм, как вы говорите, чтобы было понятно, в каких случаях у него появляется субъективизм. Когда этот субъективизм в пользу определенных людей. Они говорят, это можно было все сделать. А так это получается, что они просто придумали некую тему. Во-первых, на этом очень сильно зарабатывает гражданское общество, определенную структуру гражданского общества, которые являются авторами всего этого процесса вейтинга-приветинга. Это сумасшедшие зарплаты, это сумасшедшие деньги. Это процесс на долгие годы. Но на самом деле толку-то ноль. Он говорит, посмотри на Украину. Бывший глава высшей судебной палаты, прошедший весь процесс вейтинга, приветинг-вейтинг, все, что там можно было пройти, чистка, интегритати, тет-тет-тет, все тесты прошел. Был пойман с самой большой взяткой за всю историю современной Украины. О чем он говорит? Говорит, Наташа, это все, он так, булшит. Это все булшит для народа, для телевизора. На самом деле никто не хочет почистить систему. Никто не хочет почистить систему. В прошлом нужны были лояльные свои судьи. И этим нужны свои судьи. И обратил он мое внимание, прошу прощения, что так долго, обратил внимание, посмотри, как они поменяли, ротировали судьи решением понедельника. В понедельник суд-центр ротировал разных судей. Говорит, у них цель была суд Рыжкановки, потому что в суде Рыжкановки рассматриваются все дела против государства. Там будут рассматриваться все дела против ЦИКа во время избирательной кампании. Там будут рассматриваться все дела против всех госструктур. Поэтому им там нужны были свои судьи, которые будут принимать те решения, которые надо. Вот и все. Это все про это. Это продолжение того, что я начал говорить про субъективизм в судебной системе, который практически является противоположным понятию правового государства. Правовое государство – государство, основанное на законе. В правовом государстве доминирует закон, а не воля конкретного человека. И судья, даже если ему не нравится его судебное решение, он его принимает. Ему не нравится, он бы хотел голосовать в другое судебное решение, но закон его ставит такие рамки. И здесь я хочу вспомнить покойного судью Антонина Скалия из Верховного суда США, который говорил, что быть судьей – значит периодически принимать решения, которые тебе не нравятся. А с судьей, который в свое время принимает решения, которые ему нравятся, что-то не в порядке. Так вот, в этой фразе господин Антон Скалия, который был философом права, он был известен именно как философ права, заключил сакральный смысл судебной системы. Что такое судебная система? Что такое правовое государство? Принимаешь такое решение, потому что этого от тебя требует закон. Не потому что ты хочешь, не потому что тебе партия приказала, а потому что так требует закон. И плюс к тому, у нас отсутствует еще правовая культура, у нас отсутствует понятие, что вот так должно быть, потому что такое закон. Человек может быть преступником сто раз преступником, но если ты не смог доказать его вину процессуальным путем, то есть путем предусмотренным законом, человек должен идти за свободу. Даже если он трижды ты уверен, что вот я тебя чувствую, что он трижды преступник. Я помню в свое время у меня был случай в моей следственной практике, когда было у меня уголовное дело, потом оно закончилось. Мне его вернули на доследование, я освободил все-таки из-под стражи, и потом это дело было приостановлено ввиду неустановления виновного лица. Так вот, мне этот человек, которого я потом освободил, сказал в лицо, по-волоски, да, я его убил. Я тебе говорю, я его убил, а теперь иди и докажи это. То есть бывают такие ситуации. Я знаю, что он убил, но я не могу доказать. А если не можешь доказать, то ты обязан его освободить. Да, 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 в этом-то и трагизм ситуации. Я не могу пришить и делу мои личные чувства или ощущения. Я здесь немножко это переверну, потому что то, что мы наблюдаем последние несколько лет, это, к примеру, в некоторых случаях доказательств нет, но следствие не может доказать. Ну, потому что, грубо говоря, тех, кого обвиняют, умнее. Доказательств нет. И мы слышим от политиков, какая разница, вся страна знает. Вот вся страна знает, и все, этого достаточно, чтобы посадить человека? Нет, это преступные умозрительные заключения. Я хочу сказать, что есть общий принцип, что недоказанная виновность равна доказанной невиновности. Если вы вдумаетесь в эту фразу, недоказанная виновность, она равна доказанной невиновности. Вот ей все определяется. Если ты не смог доказать вину человека, он считается невиновным. As simple as that. То есть проще даже не может быть. Так вот, если мы немножко вернемся к судебной реформе. К сожалению, я сейчас скажу крамульную вещь. К сожалению, у нас судебные права реформы трансформировались в очень прибыльный бизнес. Это простая бизнес-деятельность. Раскройчивая скобки, что вы имеете в виду. Да, простая бизнес-деятельность. То есть согласно стандартам Европейского Союза. Любая реформа должна быть result-oriented. То есть деятельность, ориентированная на достижение результата. Или Европейский Союз неоднократно выступал против process-oriented activity. То есть выступал против деятельности, направленной на процесс. У нас же в стране все перевернуто с ног на голову. У нас выгодно заниматься правовой реформой. Да, я, наверное, и убежден, что в других сферах реформирования то же самое. Как можно дольше. Я, честно говоря, извините, пожалуйста, я в телевизоре много лет работаю. Я помню, с 2016 года мы говорили про реформу юстиции, с 2016-2017, когда все реформировали. Прокуратуру, новый закон. Реформировали, реформировали. Власть поменялась. Опять реформируем. Сейчас опять реформируем. Я уверена, что поменяется. Реально надо будет реформировать. Почему это происходит? Это постоянная реформа. Сколько можно? Почему это происходит? Это происходит из-за того, что Европейский Союз платит деньги не за результат, который они промавируют, как я сказал, результат, oriented. Нет, они не за это платят деньги. Они платят на основании time sheets, вот эти вот листы рабочего времени, в месяц для проработок. Извините, я не очень верю в то, что те, которые платят деньги, в данном случае Европейский Союз, которые финансируют эту реформу. Я абсолютно уверена, что они не идиоты. Кто тогда в этом процессе идиот? То есть они не понимают, что это бесконечный процесс, который непонятный? Или они реально верят в те отчеты, которые мы из Кишины пишем? Я поэтому сказал, что я скажу крамольную вещь. Крамольную вещь. Сейчас очень многие на меня озлобятся, потому что есть очень много экспертов, которые приезжают сюда, читают какие-то лекции, участвуют в каких-то семинарах, какие-то там round tables, какие-то там конференции. И получают за это очень хорошие деньги. Доходят до того, что они получают около тысячи евро за день работы. Тысячу евро за день работы. Это обычная ставка международного эксперта. Международная ставка и обычная ставка, она составляет где-то 500-700 евро. Это обычно. Тысяча получают... High level. Да, high level, да. Которые там уже с авторитетом и тому подобное. А 500 евро – это обычная такса обычного эксперта. Вот. И есть проекты, которые длятся годами. Длятся годами. Ты можешь иметь там 600 рабочих дней по проекту, можешь иметь там 1200 рабочих дней. То есть, реально есть эксперты, которые 600 тысяч евро или миллион 200 зарабатывают на том, чтобы... Я не люблю заглядывать в чужие карманы. Но вы откройте любой terms of reference, и там указывается. 320 рабочих дней – это нормально. За проект, который 2 года, 320 рабочих дней – это нормально. Да, там не тысячи евро за день. Тысяча евро за день обычно идет по этим short-term projects – 30 дней, 35 дней. Даже если на 500 евро в день умножать, вы меня извините, сумма ООО какая уходит. Поэтому я и говорю, здесь интерес людей заключается, чтобы не резать курицу, которая приносит золотые яйца. То есть, чем ты дольше работаешь, тем ты больше зарабатываешь. То есть, вопрос result-oriented activity становится уже безотносимым. Это не важно для них. Хорошо, а есть те, которые занимаются мониторингом, чтобы понять вообще, в какой точке процесса мы находимся? Близки к результату, не близки? Независимые аудиторы этих процессов существуют, которые приедут и скажут, «Ребят, это уже все похоже на какую-то...» Ну, обещали за полгода, а тут уже три года мы занимаемся. Нет, такого нету, такого не бывает. Происходит как? Есть документ, называется «Terms of Reference». Вот эти, я не знаю, как перевести «Terms of Reference». Это... Ориентиры, основные ориентиры в проекте. Проект на ориентиры, скажем так, да. Задача проектная, да. Вот в этом «Terms of Reference» указывается количество экспертов, их подготовка. Указывается, сколько рабочих дней они должны будут работать. Которые «Home-based», которые там, значит, в стране, где реформируется. Некоторые на основании работы в своей родной стране. Вот. И когда приезжают эти аудиторы, они, да, они приезжают, проверяют. Они проверяют соответствие работы этим самым «Terms of Reference». То есть, если у тебя в «Terms of Reference» написано 320 рабочих дней, ты отработал 320 рабочих дней, там, кофебрейки организовывал, либо там семинары организовывал. Это все кладывается, все нормально, нет проблем. А, кстати, вот опять же, тот же судья, с которым я сегодня говорила, господин Павловский, к этой теме, говорит мне, Наташа, вот почему никто не поднимает в публичном пространстве вопрос о том, что та же самая структура, которая вообще, в принципе, чьим ребенком является вся история про вейтинг, при вейтинг, в Чережиме, это мы все знаем, то эта структура сформировала в основном эти органы, потому что если мы посмотрим на структуру, на секретариат, там, комиссию вейтинга, там, очень много людей, так или иначе, связанных с Чережиме, которые там работали когда-либо, либо являются родственниками тех, кто работает в Чережиме. То есть это одни и те же люди, это один круг людей. И они же являются одной из основных структур в нашей стране, которые нашим донорам, партнерам по развитию, которые финансируют эти реформы, рассказывают про то, каким образом реформируется система. То есть я, извините, я сейчас никого ни в чем не обвиняю, но я задаюсь вопросом. Если я, не знаю, меня назначили бригадиром на стройке, и я где-то там что-то не так делаю, и меня же назначают проверять, или, не знаю, моего родственника, или моего бывшего подчиненного назначают шеф-начальником комиссии по проверке того, каким образом я тут бригадирю, извините за выражение, ну, конечно, мне не будет интереса, чтобы это раскрыли. Либо каким-то образом я смягчу углы. Это разве не является неким, ну, противоречием, так не должно быть. Поэтому я сказал, что у нас права реформы трансформировались в форму бизнес-деятельности. Бизнес-деятельности – это форма зарабатывания денег. Абсолютно легальная форма заработать сотни тысяч. Ну да, извините, если мы смотрим даже на местных экспертов, которые работают в секретариате этой комиссии по вейтингу или уже при вейтинге, сейчас не помню точно, по 55-60 тысяч лей зарплаты в месяц. Копейки, я прошу прощения. Да даже поймите, какой-нибудь водитель троллейбуса сейчас, или, не знаю, фермер, который до сих пор протестовал, слышит про то, что в месяц кто-то в секретариате получает 60 тысяч лей. Ему это непонятно, как это возможно. Я говорю о реалиях, которые существуют в этой сфере. А я вас заверяю, что 60 тысяч лей в месяц – это копейки по сравнению с тем, сколько зарабатывают эксперты в этой сфере. А зарабатывают они легко свыше 10 тысяч евро в месяц. А 10 тысяч евро в месяц, на секундочку, это 190 тысяч лей в месяц. Я правильно понимаю, что речь идет и о местных экспертов, которые в Молдове зарабатывают до 10 тысяч евро в месяц? Тогда они получают те же самые деньги, что и зарубежные эксперты. Господин Павловский, вот здесь мы с вами затронули тему, которая, может быть, на первый взгляд, не имеет отношения к юстиции, но на самом деле она имеет отношение и к юстиции. Это то, что у нас принято называть гражданским обществом, гражданским сектором. Я за свою такую уже довольно долгую карьеру в журалистике, в Молдове, несколько раз наблюдала за этим процессом. У нас случился 2009 год, когда люди очень сильные, ну, часть людей, я не говорю про всех, но те, которые были настроены против власти коммунистов и очень сильно радовались приходу коалиции новых проевропейских сил. Мы столкнулись с тем, что, во-первых, большая часть представителей гражданского общества, она пошла во власть, такое часто, кстати, происходит. Ну, откуда еще брать, рекрутировать людей грамотных? В тот момент это был главный поставщик кадров для новой власти. Во-первых, самые сильные из гражданского сектора ушли, поэтому критиковать было особо некому. А те, которые остались, остались, кстати, многие толковые, они года два вообще ни слова плохого не говорили про ту власть. Я помню, я помню этот процесс, когда мы были одними из первых, кто начинал, я начинала в программе «Фабрика» говорить про недопустимость распиливания таких структур, как генпрокуратура и так далее по политическим признакам. Остальные гражданские активисты об этом вообще молчали. И только-только где-то с 2012-2013 года гражданское общество начало просыпаться. Было такое внегласное понимание, что «Айноштря увенит Лапутирия, поэтому давай дадим им шанс». Я говорила недавно с коллегами из Украины, у них тоже самое было. И они говорят мне, «Наташа, это самая главная ошибка. Наших во власти не должно быть. Мы есть гражданское общество. Мы должны быть тем контролером, который просто с утра до вечера любую власть заставляет, заставляет, заставляет. У нас это тогда и вот так случилось. Но, слава богу, спустя года два гражданское общество в себя пришло. То, что произошло сейчас, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, но оно основано на определенном опыте. Все те, кто критиковали Плохотнюка, много толковых, громких голосов, видных в обществе, их сейчас вообще просто не стало. Их не стало либо потому, что они стали частью власти, опять же, либо они продолжают быть в гражданском обществе, но они предпочитают этих не критиковать. Я сейчас не берусь говорить, почему. Потому что геополитическая ситуация, потому что власть создала условия, при котором любой критик власти или любой, кто осмеливается посягнуть над Майо Сандо Дюдатой, агент Кремля. Я сейчас не берусь говорить про причины. Но настоящее гражданское общество эти причины волновать не должны. Оно должно указывать на проблемы власти, на их беззаконие. И я каждый раз говорю, боже мой, если бы Плохотнюк делал все то, что делают эти, да визжали бы все протесты, петиции, декларации, требования блокировки финансирования, походы по всем посольствам. Вы знаете, как это делается. Сейчас и иногда. Когда уже, знаете, когда уже весь телеграмм молдавский издевается над этими НПО, говорит, ну, саутризит пести трезель, через три дня они выпускают какую-то такую мягенькую декларацию, которая позволяет чуть-чуть-чуть-чуть ущипнуть власть поддержащих. У меня к вам вопрос. Во-первых, это ненормально, понятно, зачем банально вопросы задавать. На ваш взгляд, этот процесс вообще обратим? То есть это гражданское общество нынешнее, оно еще, его возможно будет реабилитировать? Или надо выстраивать новую структуру? Либо смотреть на тех немногих, которые не прогнулись? Потому что есть неправильно, неправильно всех мазать одними красками. Есть все-таки структура, либо люди, которые продолжают быть не частью властной структуры, но они, кстати, ощущают на себе сейчас давление. Я знаю людей конкретных, которые мне рассказывали, что если в отчете что-то неблагоприятное или критичное в адрес власти, их просят это в отчет не указывать, либо отчет редактируют. Я знаю, мне это люди рассказывают. Ну да, я тоже наблюдаю этот процесс. Я вижу, что у нас гражданское общество глубоко коррумпировано власть придержащими. Даже так? Да, я когда говорю глубоко коррумпировано, я не веду речь о том, что им дают взятки. Этого, может быть, и нет. Но мы наблюдаем, что им даются гранты. Мы наблюдаем то, что их включают в различные административные советы. Мы наблюдаем даже то, что их назначают на государственные должности. Это форма коррумпирования. То есть роль гражданского общества – это как независимый наблюдатель. Независимый наблюдатель. Это как-то вот сторожевой пёс демократии. В этом роль гражданского общества должна быть. А у нас гражданское общество трансформировалось из сторожевого пса демократии, трансформировалось в послушную шавку, которая там лижет сапоги власть придержащим. Даже Кадруц смелее, он хотя бы кусает иногда. Ну да, Кадруц, он показал истинную роль гражданского общества, которая должна быть. Нечего заглаживать его, это гражданское общество. А у нас вот так происходит, к сожалению. И интересный вопрос вы поставили, если это гражданское общество может быть реанимировано. Я бы так его звал. Именно речь идет о реанимировании этого гражданского общества. Я помню свое время, начало 90-х годов. Я тоже сотрудничал, я тогда работал в прокуратуре, но будучи прокурором, я сотрудничал с гражданским обществом. Я сотрудничал с господином Игорем Мунтианом, когда он из Виторо. Я сотрудничал с господином Мунтианом из Сорос Молдова. Я сотрудничал с господином Барбароши, когда он был... А это в какие годы? Это в 90-е годы. В 90-е годы. Я сотрудничал с господином Игорем Бацаном. То есть мы сотрудничали плотно по различным направлениям деятельности. Сейчас где они эти столпы, они нас учили, я тогда вообще не знал, что такое гражданское общество, в значительной степени мои познания в этой сфере есть благодаря вот этим людям. Именно благодаря Игорю Мунтиану, благодаря господину Бацану и других господинам Мунтиану, Барбароши и так далее. Ну, их единственный, как раз таки, Игорь Мунтиан ушел в политический сектор из-за гражданского, но он как раз таки критикует. Вот единственный, кто из всех, кого вы назвали, продолжает критиковать и говорит про проблемы и правонарушения власти. Он, я говорю, не как представитель гражданского, он говорит как политический лидер. Он имеет право, он же не обязан, он имеет право, он же не обязан всю жизнь быть, если захотел. Я его не критикую, абсолютно. Дай Бог, чтобы было побольше таких людей. Но я говорю, что в те времена, когда они были, они действительно нас, людей, так называемых lay persons, которые посторонние от всего этого сектора, они нас учили, что такое гражданское общество, в чем заключается роль гражданского общества, в нормальной демократии, как оно должно работать, как оно должно влиять на власть и тому подобное. То есть наши знания, мои личные знания, оттуда и от этих людей просвещают. Как вы отвечаете себе на вопрос, где они сейчас? Ой, я думаю, что вы уже на этот вопрос ответили. Они не хотят вступать в конфликт с властями, я так думаю, что они себя, свое место в обществе уже давным-давно нашли, в том числе и с материальной точки зрения. И вот проблемы сейчас совершенно не нужны. Ксения Павловская, а понимаете, что в таком случае обычный гражданин остался, в принципе, без защитников? Ну так, если по большому счету взять. Да, так оно и есть. Обычно кто тебя защищает? Тебя защищает судебная система, здесь у нас проблемы. Тебя защищает, там, при твоей интересе представляет гражданское общество, оно, как вы сами сказали, глубоко, ну, я бы так сказала, я не буду говорить, что оно глубоко коррумпировано, оно фактически полностью срослось с властью. Оно стало частью властью. Вот и есть форма коррумпирования. Да, одна из, да, да, вы правы. Тебя, допустим, могла представлять твой интерес, или может представлять твой интерес оппозиция, но к оппозиции тоже есть вопросы. Может быть, кто-то из оппозиции и действительно делает что-то толковое, а в основном не знает. И получается, что гражданин остался сам один на один с властью, с государством. Что ему делать? Знаете, я был вовлечен в процесс правовой реформы начиная с 90-х годов. По-моему, 96-95-е годы, когда я был вовлечен в процесс судебно-правовой реформы в Молдове. Меня тогда включили в состав группы, которая была уполномочена разработать новую версию Уголовного правоциального кодекса, потому что тогда мы еще жили по советскому Уголовному правоциальному кодексу. Когда прокуроры арестовывали людей, когда у нас люди не имели понятия, что такое домашний арест, просто его не существовало в законе. Что такое сделки с признанием и тому подобное. Что такое уголовная ответственность юридических лиц. Понятия не имели у нас. Мы это все разрабатывали, все это внедряли. Тогда, в то время, к нам выезжали сюда, в Молдову, огромное количество настоящих экспертов, настоящих экспертов, которые нас обучали, что такое сделки с признанием, что такое домашний арест, опять же, все эти залоги и тому подобные вещи. Тогда мы сделали огромный рывок вперед в сфере правовой реформы. И те вещи, которыми мы сейчас пользуемся в сфере уголовного производства, которые для нас сейчас обычные, мы сейчас не представляем, как так, чтобы прокурор арестовывал человека. Сейчас у нас суд, какой бы там ни был, мы можем его критиковать, но суд... Фильтр есть, хотя бы какой-то. Фильтр есть, его надо было бы совершенствовать, совершенствовать, а не втаптывать его ногами в грязь и не запугивать этих бедных судей. Но механизмы существуют, и мы их разработали в те времена. Так вот, эта дорога, по которой надо было идти дальше. Вот вы посмотрите, у нас в законе написано, опять же, я говорю о судебном производстве, что процесс у нас состязательный, что защита и обвинение это обозначает, что они обладают теми же самыми правами. Декларативно написано все красиво, все правильно, а на практике... Вот у нас раньше существовала правовая норма, что адвокат, он мог за свой счет, за свои деньги назначить экспертизу. То есть, вот ты не слазил с экспертизой, можешь обратиться в институт судебных экспертиз и заплатить определенную сумму денег и назначить свою экспертизу, альтернативную. Сейчас взяли и забрали у адвоката это право. Так вот, у меня возникает вопрос, этот шаг, который сейчас был сделан, он способствует промолвированию состязательности процесса? Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, как так? Написано по закону, что сейчас, если я хочу провести экспертизу, я должен идти к прокурору, ему написать заявление. А в чем интерес прокурора, если он обвиняет твоего клиента и ему выгодно, вот хочет посадить его на 10 лет, на 10 лет сажает? Ну да, в том-то и проблема. Зачем ему дать тебе возможность его как-то там отмазать? В том-то и проблема. Меня это возмущает до глубины души. Вот у меня есть конкретное уголовное дело, которое рассматривается уже судом в 13 лет. По одной экспертизе говорится, что человека избили и он умер. Другая экспертиза говорит, что он был жертвой Дорога Татарстового происшествия и машина проехала колесом через голову. Да, и голова она разморжена. Так вот, две разные экспертизы. Я говорю прокурору, господин прокурор, в этой ситуации мы должны провести третью экспертизу и устранить это противоречие. Либо его избили, либо он жертвой Дорога Татарстового происшествия. Ты не можешь сделать так, что делает прокурор. Отказывает мне? Мы считаем, что нет в этом необходимости. Я обращаюсь к зам генерального прокурора с жалобой, пожалуйста, отмените. Он мне отказывает, нет необходимости. Я обращаюсь к следственному суде, уже другая инстанция. И следственный судья говорит, да, в этой ситуации действительно надо провести экспертизу, другую устранить противоречие. Что делает прокурор? Вы думаете, он исполнил решение следственного судья? Нет. Он тяп-ляп дело в суд. Я обращаюсь уже в суд, который уже рассматривает дело по существу и говорит судье, уважаемый судья, вот есть решение следственного судья, что нужно провести экспертизу в этой ситуации. Что делает судья, который рассматривает дело? Отказывает мне. Ну, пожалуйста, я что делаю? Я иду, уже тогда, что это было возможно, плачу 1100 лей, провожу экспертизу. Экспертиза, которая была проведена, комиссионная экспертиза из трех экспертов, она говорит, что вот эти вот интересные повреждения, они не могли быть причинены в результате нанесения ударов руками и ногами, как прокурор написал в обвинительном заключении. Но так вот возникает вопрос, прокурор здесь ищет истину, либо он любыми путями пытается посадить, прошу прощения это слово, людей в тюрьму, закрыть, закрыть за решетками тюрьмы свои промахи и свою безграмотность правовую и все недостатки судебной системы. И уже сейчас это дело длится и сейчас, когда уже вот эти вот у власти три года. Поскольку вы уже заговорили о прокуратуре, не можем не поговорить и о ней, потому что это часть системы юстиции. Как так получается, господин Павловский? Вот была у них, извините, заноза просто в горле в одном месте по имени Стояногла. Просто там не фереште. Нам рассказывали, что все беды в системе из-за Стояногла. Хорошо, избавились. Чуть позже хочу поговорить об этом случае, но не про это сейчас вопрос. Избавились. Все, Стояногла нет, не мешает вам никак, его нет. С тех пор прошло уже сколько? Два с половиной года скоро. У вас вся власть в руках. Во всех прокуратурах специализированных ваши люди. И ООО или в результате конкурса организовано вами же, мы знаем как. Но везде ваши люди. Всюду все, все уже. Приветинга, все есть, все есть. Я смотрю, ни один из людей Плохотнюка, вот реальных, не привлечен к ответственности. Ни одно из дел, вроде там, не знаю, металлфироз, кража, схемы, ничего не доведет до конца. Ни одного приговора. Правая рука Плохотнюка, который, извините, позволил, один из людей, кто позволил ему все захватить, Мариан Лупу, который был, я бы сказала так, исполняющим обязанности лидера Демпартии, через которую все делалось, сидит в счетной палате и как бы контролирует, как наше государство тратит деньги. Вы мне извините, вы говорили про этого человека в том числе решением парламента, что это захваченное государство и элементы захвата государства, в том числе, счетная палата. Человек продолжает сидеть. Там, не знаю, бандиты и так далее. Шор, Платон, Плохотнюк, как вы и говорите. Ничего по экстрадиции не сделано. Ну вот просто ничего. Посол Израиля вообще, мне кажется, так красиво поставил наших на место, намекнув еще на то, что вообще наша страна санкций против собственных граждан не вводит. Ведь если бы хотели реально, сделали бы что-то. Ничего нет. Ни один человек не привлечен к ответственности. А при этом в телеке, в ящике постоянный голдеж. Реформа юстиции, реформа юстиции, реформа юстиции, олигарх, бандит, бандит, реформа юстиции, реформа юстиции. Ну сколько можно? Ну сделайте хоть что-то. Вот они сейчас хлопают ладоши и говорят, о, инсвершит, юстиция, жюстиция, фатчи, дриптати. Дело приговорили бывшего главу директора Банка деэкономии к 10 годам. Но при этом они не говорят, что это как раз-таки ровно то дело, моментов, которые успели сделать прокурору Приста и Ногла, когда реально начали брать людей виновных в краже миллиарда. Реально. И сейчас они себе как бы эту медальку на грудь вешают. При этом тут же у меня вопрос возникает к речену, к нашему премьеру. Пару недель назад вы наезжали, называли эту судью в списке судей, которой там позор для всей страны и их системе не должно быть, потому что она приняла решение, как вам показалось, неправильно. А через ровно три недели этот же судья принимает решение, которое отправляет на 10 лет в тюрьму бывшего главу Банка Диэкономии. И вы хлопаете, вы сами себе противоречите. Когда у нас суд честный, когда он куплен олигархами или не знаю что, определитесь, вы просто определитесь, вы насчет одних и тех же судей и говорите совершенно разные вещи. Но я к чему? Потому что все инструменты у них, ну все у них есть, никто не сидит. Но самое главное, самое главное, люди Плохотнюка. Мы же боролись против захваченного государства, мы говорили про схемы, мы говорили про конкретные правонарушения. Где хоть один привлеченный к ответственности? Конкретно. Господин Павловский. Знаете, я был тоже одним из тех, кто все время кричал о захваченности этого государства, потому что я вижу, я видел по моим делам, по которым я участвовал, я видел этот захваченный характер государства, когда судья смотрит в рот прокурору, как кролик смотрит на удава. Так судья смотрел на прокурора. И абсолютно все решения судей были копипейст текста, написанных прокурорами. Да, но сейчас ситуация не поменялась, в этом-то и проблема. В этом-то и проблема. Как тогда судья смотрел на прокурора, как кролик на удава, так сейчас смотрит судья. И вы уже сегодня несколько раз говорили на эту тему, что судья сейчас в панике, они боятся. Они банально боятся принимать законные решения. И это несовместимо с понятиями правового государства, это несовместимо с базовыми понятиями демократии вообще. Вообще. Что здесь надо делать? Вы говорите, что реформа, реформа, много лет об этом говорится. Я с вами согласен. Говорится, да, много лет. Но делается ли что-то? На мой взгляд, нет. Вот об этом перезахватывается юстиция. Уже перезахватилась практически. В этом-то и проблема, что не делается ничего. Знаете, где-то, по-моему, в 2011 году, если я не изменять память, могу ошибиться, где-то так, примерно, плюс-минус полгода туда-сюда. В 2011 году меня наняли с Европейского союза провести оценку ситуации в Молдове и разработать документ, в котором были бы отражены потребности, необходимость проведения судебной реформы, в чем именно надо заключаться. Тогда был Эрик Сванидзе здесь, Довида Светкаускас, и я был третий эксперт. Мы три эксперта проработали там где-то, по-моему, полгода. Мы произвели вот такой вот отчет. Этот отчет, он есть в свободном доступе в интернете. Есть даже, по-моему, переведен на румынский язык. Он базовый на английском, но переведен на румынский тоже. Мы там написали все, что надо делать. Ну, примерно все, потому что мы тоже не могли нам тогда сказали, что мы не должны раздражать власти, не должны сильно их бодать. Но важные вопросы мы должны показать. Мы показали важные вопросы. Это была и права человека, это были и коррупции, это была и необходимость обеспечения независимости судебной системы, и целый ряд других вещей. Мы тогда встречались с представителями судебной власти, с представителями прокурорской власти, с Министерством внутренних дел, с разными, разными органами встречались, с Министерством юстиции. Вот. И если бы реформа пошла по тому пути, который мы тогда начали предлагать, потому что нас потом отстранили, нас потом отстранили. Это было первое, что мы сделали, после этого меня выкинули оттуда и больше не допускали к этому. Я участвовал в других странах, в Македонии, в Украине, в Грузии, в Азербайджане, где угодно, только не в Молдове. Из Молдовы меня выкинули. Видимо, не знаю, видимо, они имели... Азербайджанозы стали. Да, в Уорле, как вы сказали. Так вот, ну, дело не в этом. Я без работы не сижу. У меня и так, и так есть, как... Я адвокат, есть как зарабатывать. Но я хочу сказать, что есть реформа, есть реформа. Есть реформа в форме говорильни, есть реформа в форме идентифицирования реальных потребностей сектора. И вот в этом это проблема. И я вот сегодня вам привел пример в части, касающейся состязательности процесса. Таких вещей очень много. Таких вещей очень много, где нарушается возмитие в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах адвокат вправе провести обыск. У нас адвокат может провести обыск? Конечно нет. Там огромное количество правоциальных действий, которые там могут проводиться, у нас не могут проводиться адвокатами. Вот. То есть у нас состязательность процесса это принцип предусмотренный Конституцией, но он носит чисто декларативный характер. На практике он не применяется и не соблюдается. Так вот здесь поле деятельности для тех, кто хочет реформировать судебную систему. У нас, к сожалению, этого не делается. У нас, к сожалению, даже не обсуждается. Я думаю, что вина в этом, в том, что не делается то, что должно делаться и делается то, что не должно делаться, в том числе и тех, кто принимал участие в реализации вот этой так называемой судебно-правовой реформы, которая может быть названа таковой только в форме издевательства, в форме такой неудачной шутки. Так вот, вернуться нужно на начало, на начало. Все эти вот витинги, приветинги, это все хорошо, но вы посмотрите, Франция, там есть витинги, приветинги? Возьмите Соединенные Штаты, возьмите Германию, там есть витинги? Нет. А я вообще не понимаю, зачем витин, приветин, когда у тебя есть государственная структура, которая должна отвечать за то, чтобы люди не брали взяток и их поконтролировать. У тебя есть Ани, у тебя есть налоговая, у тебя есть прокуратура антикоррупции. У тебя уже есть все инструменты, для того, чтобы... У нас наплодили этих органов. У тебя есть все инструменты, чтобы взять за одно место судью коррупционера. У нас наплодили этих органов как форма воздействия на неподчиненных им судей и других дарностных лиц. Я думаю, что это вот Ани, Жишмани и тому подобное, это никому не нужные органы. Вы оставьте, либо Ани оставьте, либо Ани оставьте. Но не может быть и то, и другое вместе. Ани это что такое? А ЧНЦАНТИКРЫПСЯ А вторая структура какая? ЧЕНЯ, как это называется? ЧЕНЯ, ЧНЦАНТРУ НАЦИНАЛЛА АТИКОРУПСЯ. Да, ЧНЦАНТРУ НАЦИНАЛЛА А еще и прокуратура антикоррупции. У нас же как бы... Прокуратура антикоррупции немножко другое. Они занимаются уголовным преследованием и тому подобное, поддержанием обвинения в суде. Другое. Это они дублируют Генеральную прокуратуру. Вот это тоже вопрос. Оставить, либо оставить прокуратуру антикоррупции, либо печи кокса, так называемые. Это те же самые функции они выполняют. Так вот, я хотел сказать, что дублирование вот этих органов ни к чему хорошему не приводит. Они расплодили эти должности, они расплодили возможности получения взяток, они расплодили различных должностных лиц, которые получают очень комфортабельные заработные платы, а возле, ну не там. Возникает вопрос, а может быть, что-то вы делаете неправильно, уважаемые, господа. Господин Павловский, а вообще вся реформа юстиции, которая началась с изменения закона о генпрокуратуре под одного человека, ровно для того, чтобы избавиться от на тот момент действующего генпрокурора Александра Стояногова, вообще имеет ли смысл говорить об этой реформе, которая началась с этого? И когда мы уже впоследствии узнали много деталей о том, как вообще имел место весь тот процесс по его отстранению, что, на мой взгляд, должно быть обязательно частью уголовного процесса после, когда наконец-то эти структуры генпрокуратуры, судебная система освободятся от этого состояния захваченности 2.0. Потому что это же, это просто, это была узурпация власти через захват ЧСП и так далее. Я думаю, что имеет смысл говорить именно вот через призму захвата власти. Проблема существует, и проблема очень большая. Потому что, надо же четко себе представлять, почему власть придержащие пошли по этому пути. В чем проблема господина Стояногова? А ответ очень прост. Эти власти, власть придержащие, они практически продолжают ту же самую деятельность, что продолжал режим Плохотнюка. ту же самую деятельность. И господин Стояногова, будучи прокурором по своему формированию, он начал представлять для них опасность. Потому что он обладал правом возбуждения уголовного производства, уголовного преследования, он мог возбудить на тебя дело, арестовать, направить дело в суд, то есть создать тебе проблемы. И не выдуманные проблемы, а проблемы абсолютно реальные, основанные на твоей деятельности, ну в смысле на их деятельности. Поэтому он стал представлять для них опасность. Кроме того, как я вот читал, он там вроде как начал расследовать вовлеченность некоторых людей, занимающих сейчас высшие должностные лица, в процессе принятия решения по части выделения денег, госгарантии, по краже миллиарда. И он стал представлять реальную опасность для реальных лиц, должностных лиц. И вот в этом случае какая была необходимость? Необходимость была избавиться от этого человека и поставить на его место другого человека, который бы не представлял этой опасности. Но с другой стороны, этот человек, который придет на место встая ногу, он должен обладать определенным имиджем в обществе. То есть не быть какой-то там шавкой, которая там лижет ноги и лижет обувь. А у вас еще есть сомнения, как будет проведен этот конкурс, учитывая, что два раза отменяли результаты конкурса, поменяли сейчас под шумок под Новый год опять закон, который меняет условия проведения конкурса. Теперь уже не на основании пунктажа, не на основании пунктов, а на основании большинства голосов в ЧСП будет избираться этот новый генпрокурор. Опять же, очевидно, что это все подготавливается под какую-то конкретную личность, о чем уже давно пишет Телеграм, который давно стал единственным, наверное, свободным источником информации в нашей стране. У вас еще есть сомнения, какой генпрокурор придет вместо Александра Стояногова? Нет, у меня нет вообще никаких сомнений в этой части, потому что, как я уже говорил, цель их найти такого человека, который бы не представлял для них опасности, который бы не ковырялся в газе, в повышение цен на газ, закупки газа, за сумасшедшие деньги, который бы не ковырялся в повышении цен на топливо, на электричество и тому подобные вещи. Огромное количество вещей, где у нас власти засунули руку в карман народа не по локоть, а по плечу уже, выгребая оттуда последние копейки. Вы не забываете еще, каким элементом захвата государства была генпрокуратура при Плохотнике. Сейчас то же самое, у нас ждут два предвыборных года. Я думаю, что генпрокурор будет играть очень важную роль в борьбе с политическими оппонентами. Да, а почему это происходит? Потому что они интерпретируют прокуратуру, государственный орган интерпретирует прокуратуру как средство политической борьбы. То есть, не как орган уголовного преследования, который должен выявлять, расследовать преступления, поддерживать введение судей. Это их мельчество волнует. Вы посмотрите, у нас ежегодно расследуются десятки тысяч уголовных дел, около 20 тысяч с чем-то уголовных дел, которые отправляются в суды. Скажите, вы слышали, что кто-нибудь из президента, премьер-министра предъявлял претензии прокуратуре, что вот по состоянию дел с убийствами в Молдове или по состоянию дел с изнасилованиями в Молдове или по состоянию дел с кражами, грабежами в Молдове. Вы слышали, что у нас в Молдове сейчас рост грабежей, у нас в Молдове рост убийств. В чем причина? Почему происходит у нас рост убийств? Вы слышали? Нет. У нас что? Шор, Плохотнюк, Платон и еще там кто-то. Андронаки. Андронаки. Ну и Андрок, я не знаю, кто такой. А вот эти вот три человека на слуху, это у всех уже на слуху. Шор, Плохотнюк, Платон. Вот это все проблемы Молдовского государства. Других проблем в прокуратуре нет. А когда возникает, когда начинаешь смотреть, изучать вот эти вот ситуации с этими делами, начинаешь изучать ситуации с этими делами, ты смотришь, видишь, что там не так все просто. Вы сказали, что вот осудили этого человека, исполняющего обязанности председателя. То есть глава банка деэкономии. Да, банка деэкономии. После того, что премьер-министр покритиковал судью. Кстати, здесь вопрос. Он принял, этот судья принял, эту женщину, если не ошибаюсь, приняла это решение, поскольку три недели назад ей прилетело со всех телеканалов от премьер-министра или потому что действительно она приняла законное решение? Я имею право задать такой вопрос? У меня такой вопрос возникает. Я поэтому и стал говорить эту тему. На ваш взгляд? У меня возникает вопрос. Да, возникает вопрос. Я хочу вам сказать, что по практике Страсбургского суда статья шестая пункт два это подзумствие невиновности. Практически все дела по этой статье касаются высказываний политических государственных деятелей о виновности того либо иного человека. Вот когда человек президент, премьер-министр там другие министр высказывается и говорит вот такой человек он такой нехороший должен сидеть. Это все время всегда рассматривалось Страсбургским судом как нарушение принципа презумпции невиновности. Так вот с этой точки зрения в данной ситуации конечно же такой вопрос возникает. На ваш взгляд Александр Стоиногл вернется в должность генерального прокурора? Но при этом режим однозначно не вернется. Потому что если бы предположить что он сейчас бы вернулся это Майя Сандура должна была подавать подставку. Она должна подавать подставку. Всем ясно что это с ее подачи все эти действия совершенные в отношении господина Стоиногла и она избавляется от нее. Это мое личное мнение. Я не знаю я не могу заглянуть ей в голову какие-то у нее шарики ролики вертятся. Понятия не имею. Но видимость создается такого порядка что она совершает все необходимое чтобы избавиться от человека представляющего опасность лично для нее. И в этой ситуации предположить что у нас сейчас скажут да нет ребята я там не права была давайте мы его вернем это не из-за фантастика а при смене власти вы думаете он вернется на должники это вопрос интересный потому что если ее декрет будет отменен последующим президентом то у него этот срок остается который он не использовал у него этот срок должен возобновиться да это будет изрядовой выходящая ситуация но как говорят как говорили древние период мундус фиат юстиция переведите для чайников это принцип который говорит что пускай рухнет мирно восторжествует юстиция в данном случае если юстиция должна восторжествовать то не важно когда она восторжествует сейчас через год через 10 лет если будет два прокурора в то время вот восстановление и будет другой прокурор который уже займет его место это уже будет компетенция конституционного суда высказаться на эту тему кто должен обладать приоритетом кто-то был первый либо тот-то был последний в конституционный суд мы лезть уже не будем хотя и там есть о чем поговорить вопрос для вас как для бывшего суди европейского суда по правам человека Молдова на сегодняшний день является демократическим государством на мой взгляд однозначно нет к сожалению к сожалению я должен признать кто-то не является потому что если вы пороетесь в европейских странах в европейских странах вы не найдете там ни одного государства где бы партию с ней снимали бы с выборов за пару дней до выборов вы не найдете там практически ни одного государства где бы арестовывали политических лидеров по надуманным основаниям вы не найдете там ни одного государства где бы распускались политические партии Лишали лицензии телеканала. Лишали бы и лицензии телеканала. Вы сами видите, сколько набирается этих элементов. Если я сейчас нашу проходить по каждому из этих случаев, то это будет просто трагическая ситуация. Описание трагической ситуации. А у вас есть понимание, почему западные партнеры молчат? Да, у меня есть это понимание. Я думаю, что они молчат из-за того, что гражданское общество подпевает властям. Значит, у нас сейчас, вы знаете, идет война между Украиной и Россией. Конечно. Сейчас является признаком хорошего тона проклинать Россию, объединять ее во всех грехах, существующих, несуществующих. То есть сказать в отношении человека, что он там пропутинист, поставить ему клеймо на лоб, это значит вызвать на него весь огонь со всех сторон. И вы посмотрите, раньше говорили, что там еще что-то украли. А теперь они говорят, что? Что это деньги России, что деньги русских, что деньги Путина, что эти политические партии финансируются Путиным. И тому подобное. А раз так, то все западные партнеры, они моментально становятся на дыбы. А, так, Путин. Значит, когда ты начинаешь говорить, что это ложь, то, что вот эти все выдумки властей – это ложь, они обращаются к кому? К гражданскому обществу. А ну-ка проверьте, посмотрите, это ложь, а гражданское общество что дает? Да, это Путин, это Путин. А тот, кто говорит, это агент Кремля. Да, это агенты Кремля, там они там, да. Но... Подождите, господин Павел, то есть вы считаете, что западные партнеры настолько, ну, их нельзя же заподозрить в совершенном непрофессионализме. Я думаю, они все прекрасно понимают, просто им... Скажу еще две вещи на английском языке. Значит, есть порочное мышление, две формы порочного мышления. В русском языке нет таких понятий, поэтому я говорю на английском. Есть wishful thinking, wishful thinking, и второе – это selective thinking. Selective thinking означает, когда вот есть набор доказательств, ты откидываешь все то, что противоречит твоей мазиции. Избирательный подход, да. Да. Да, наверное, избирательный подход. Мы не знаем. Избирательное мышление, да. Когда ты из реальности выхватываешь только... Это называется selective thinking. Да, ты выхватываешь из реальности только те элементы, которые лишь подтверждают твою точку зрения. и отметаешь все то, что противоречит. Это порочное мышление. Второе – wishful thinking – это то, что ты желаешь видеть. И начинаешь это видеть. Только это и замечаешь. Только это и замечаешь во всем. Так вот, это формы порочного мышления. Формы порочного мышления. Они могут длиться вечно. Рано или поздно люди придут в себя. Они придут в себя, потому что эти вещи начинают уже ущемлять интересы самих западных партнеров, наших западных партнеров. Они уже начинают ощущать на себе вот эти все недостатки и начинают видеть вот этот вот wishful thinking manifestations и selective thinking manifestations. Начинают уже это. Они это знают великолепно, потому что их концепты – это не наши концепты. Мы их знаем, потому что мы читаем, что они публикуют. Но рано или поздно они к этому придут. И я думаю, что когда они поймут, когда они поймут, что их просто водили за нос какие-то пацаны, простые пацаны водили их за нос, я думаю, что этим пацанам мало не покажется. Мало не покажется. Кроме того, сейчас у нас ожидаются выборные процессы, выборные процессы. 24-й год и 25-й год, два года. Выборные процессы я бы не про Молдову говорю. Я говорю про Европу. Я говорю про Европу, я говорю про Соединенные Штаты. Вы посмотрите, что творится сейчас в Соединенных Штатах. Вот борьба между господином Байденом с господином Трампом. Это не борьба между двумя людьми. Это борьба между двумя концептами. Борьба между двумя концептами мироустройства. Мироустройство. То, что нас ожидает в ближайшие годы, никто не знает, во что это вылетит и какой концепт победит. То же самое происходит сейчас и в Европе. Вы посмотрите, что творится во Франции, в других, в Польше сейчас тоже поднялась, в другие страны, Германия, что-то творится с сельским хозяйством, с фермерами. Никто не знает, что там будет. И сказать, что это все русские делают, что это русские вывели фермеров, и они там заваливают все навозом, да. Я не думаю. Это, скорее всего, для этого существуют объективные вещи, объективные причины. Но и про выборы, поскольку вы сказали про избирательные процессы, которые начинаются и в Евросоюзе, и в Европе, и в Америке, это, безусловно, очень важно. И я думаю, мы даже не представляем, как это сильно может на нас повлиять, безусловно. Ну, избирательный процесс в России мы не берем в расчет, там все понятно. Там понятно, кто выиграет. Там нет избирательного процесса. Что бы вы сейчас не сказали про Россию, мы будем виноваты. Я предстояю, предстояю, нет сюда. Не, ну просто там понятно на все с избирательным процессом. Там его нет. Смотрите, у нас ждет избирательный процесс и в этом году президентские выборы, и в 2025-м, через год парламентские выборы. Что интересно, мы уже к заключению подходим, это просто вот как раз таки про демократию, про то, насколько демократия захлопывается. Хотя об этом не принято говорить. Как минимум официальные источники информации об этом не говорят, безусловно. Они сейчас быстренько под шумок, под Новый год приняли поправку стоматия, под Новый год или сразу после Нового года, поправку стоматия, очередную в избирательный кодекс, который касается сомнений по поводу финансирования избирательного кандидата, электорального кандидата, будь то партия или кандидат-президент. Речь идет о том, что если у центральной избирательной комиссии, либо территориальной избирательной комиссии возникнут сомнения, сомнения по поводу финансовой стороны, финансовой отчетности, то они могут исключить этого конкурента при этом случае если в результате проверки не подтвердится возможности восстановить конкурента нет ну то есть как бы сомнений больше нет но конкурента тоже больше нет я ведь понимаю у нас ничего просто так не происходит просто так такие поправочки под шумок не принимаются быстро проголосовали в двух чтениях и приняли вы понимаете что если к примеру с шором они работали просто фронтально исключаем партию объявляем некой сонной все молчали это же русские никому не нужны были доказательства в суде то здесь просто за сомнение не могут кого угодно неугодного исключить из избирательной банки поэтому я говорю что то что происходит в молдове демократия не может быть названа не может быть названа банальный тоталитарный режим цель вот этих всех действий о которых вы говорите единственное сохранит у власти этот режим во главе с госпожой президента и не просто потому что они хотят им так сильно хочется порулить я думаю они уже нафаршировались там хорошо цель заключается в том чтобы обеспечить свою безопасность потому что придет к власти тоже господин стояного финден раид уже знаете вот кто то придет к власти и что будет делать может они всех под всех попересажает то вот для них сейчас важно сохранить свою безопасность еще там какое-то время наполнять свои карманчики там уже есть помимо своих карманов есть карманы еще там сестер братья все эти вот комнаты к метро и тому подобные родственнички которые как не породить родному человечку да так вот так вот и здесь я думаю что в этом заключается самая большая проблема сейчас для молдавского гражданского общества которое как мы говорим необходимо возродить его надо поднять с колен буквально поднять с колен для молдавского гражданского общества одна из задач возникает правильное информирование партнеров по развитию потому что партнеры по развитию я со многими из них работал я знаю насколько они искренне но я знаю насколько они недоверчивые ну вы представляете его я когда работал в статусском суде один из людей которых я уважал а который юрист высочайший квалификации но если как-то пошли на обед и он мне задают вопрос сайслав скажи пожалуйста а то правда что у вас в советские времена были общие жены вы смеетесь в смысле что за общие жены просто но это так вот это общие жены общие дети и ему говорю такие глупые вопросы у меня обиделся что он искренне верил в долба в долбливали в голову что у нас сырские времена были общие дети общие жены и тому подобное может быть кто-то бы хотел на такой у нас такого не было можем обвинять в чем мы хотим но этого не было у нас наоборот семья это ячейка общество руса туриста облика морали ну вы знаете после всего что вы сказали это место заключения я понимаю что юристу задавать бывшему суде и спч задавать вопрос из области веры наверно не очень корректно вы как юрист всегда оперируйте больше фактами но задам вопрос про веру учитывая все что вы сказали вы верите в то что возможно абсолютно демократическими методами сменить нынешнюю власть честно говоря я не хочу я не хотел бы обсуждать этот вопрос потому что что бы я сейчас не сказал искренне на этот счет это будет интерпретировано должным образом соответствующими органами я не хочу в эти вещи лезть я ушел от политики занимаюсь чисто реформулирую вопрос может быть я не была я сейчас ни в коем случае не про революции господи не я про то вообще возможно чтобы у нас были свободные выборы свободно демократические вы верите я думаю что без без правильного информирования наших западных партнеров без поддержки настоящих демократов со стороны наши западных партнеров это невозможно невозможно когда им вдавливали в три года им вдавливали в голову что у нас все плохое что делается в молдове это путин что власти это любые любые критики любая критиков сфера в сторону моей санду это все путин это не рассказать вопрос выхода там с женой спите посмотрите под кроватью там случайно нет путина у вас под под кроватью это просто глупости но но эти глупости работают потому что здесь уже вступает в силу вот этот вот вышел сеньки люди хотят видеть это подкидывают знаете как эти ребята из нашего псевдо гражданского общества они хорошо освоили что как работает это гражданское общество когда оттуда берется кусочек информации отсюда отсюда оттуда оттуда и для того чтобы это все было как говорится в цвет вот эти все источники информации должны говорить одно и тоже тогда этим западным партнером ничего не ничего не остается они берут один отчет написано что путин и дивины а еще второй отчет путин дивины а три путин дивины и они что значит так оно и есть а когда начинаешь говорить что ребята ну вот у нас же их и говорил состязательно с процесса лишили адвокатов возможности назначения экспертизы и тому подобное там я уже не говорю отсутствие нас стендартов куб стандартов доказывания до законе не предусмотрены стандарты доказывания у вас у нас молодой нет такого вообще раз просишь судью почему ты принимаешь такое решение какие какие ваши доказательства он вам ничего не скажет я так считаю это моё личное мнение я так считаю в сша стандарт доказывания возведён на уровень конституционного принципа beyond the reasonable doubt это конституционный принцип в конституции включён и верховный суд развивает этот принцип указал что согласно принципу beyond the reasonable doubt то есть вне всяких разумных сомнений должен быть доказан даже доказана даже быть доказаны все существенные элементы состава преступления то есть не просто вот в общем да убийство совершил убийство и вот я его доказал beyond the reasonable doubt нет должен доказать кто где и когда кого в какое время каким образом и все эти элементы даже быть доказаны beyond the reasonable doubt вне всяких разумных сомнений у нас этого нету нету этого даже не обсуждается это спросите любого прокурора что ему известно я думаю они даже не поймут о чем вы говорите вот сейчас вот посмотрит пусть прогуглят то что вы пусть прогуглят то о чем вы говорите направлении для правовой реформы наталья абсолютно это то что я промагнировал это почему не поведение павловский это уже заключение последнее если бы власть в этой стране поменялось и к вам пришли бы с предложением приходите снова во главу министерства юстиции занимайтесь реформа юстиции вы бы согласились знаете это очень больной вопрос я тогда ушел и во первых я не подавал в отставку из поста министра юстиции нет моего заявления об отставке не существует я сделал декларацию о несовместимости потому что у меня тогда был целый ряд дел коммуницированных с трассбургским судом молдавского правительства это и дело было усатого в том числе и ряд других дел которые были коммуницированы уже некоторые были уже с решениями надо было их исполнять я как министр юстиции я должен был бы принимать участие в процессе по которому я был заявителем а что означает эта декларация несовместимости то есть это не есть уход в отставку это не уход в отставку декорация несовместилась почему тогда все интерпретируют что вышли в отставку что никто не читает что вы узнали о своей отставке из пресса они не читают не читатели они писатели есть мое заявление по опубликовал в средствах массовой информации опубликованы ему публиковал если хотите я его скину почитаете посмотреть вы не объявляли о своей отставке нет не зале и вы узнали они уже из да 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 я знаю что там они долго писали себе репу как поступает с моей декларации неприемлемости но одно так оно было и это это я написал в моем заявлении в моей декларации о неприемлемости я написал только то что я участвовал в по этим делам по которым я являюсь вы поступили правильно что вас потом никто не да потому что даже предположим я бы сказал бы давайте я дам эту работу господину и шану чтобы заниматься все равно победили меня сказали бы что в таком случае поскольку вы не объявляли о своей отставке если бы снова повторила ситуация в которой меняется власть и допустим приходят к власти люди которым вы даете шанс вы не не верите вы не верено вы даете шанс вы бы пошли министром местиции заниматься да конечно бы пошел конечно бы пошел при условии что не было бы если я бы не идентифицировал других оснований для многих чем сказать одну вещь вот эти в декларации они завела они совместимости она явилась последствиям потому что я должен был встретиться с госпожой премьер-министром она сказала давайте вот мы встретимся и поговорим и чтобы найти выходе возможно найти выхода из этого ситуации несовместимости возможно эти выходы но она не нашла времени для меня а следующий день уже меня должны были представлять в коллективу министерства юстиции и вот я вечером накануне написал эту декларацию и получается что я не проинформировал не проинформировал руководство первое второе мир почему вот и там раньше нет нет не почему-то согласился зная об этой декларации я хочу сказать что тогда вы помните темный зал персонал оставил парламент невозможно было сформировать правительство если бы я бы тогда не согласился тогда боже законно косой суд мог бы распустить парламент или то есть я был тем человеком кто спас этот парламент от его законного распуска и тогда мне вынуждены бы мне поставили в ситуацию я уже не говорю о том что со мной никто не советовался хочу я быть не хочу я быть министром никто меня не спрашивал заседание комиссии комиссии по и ну меньше иммунитез да не состоялась меня никто не послали на какую комиссию и что я тогда сказал если меня позовут я скажу что вот я неприемлемо я повторюсь ответ прозвучал четко да готов да я вас благодарю за это за этот разговор мне показался очень интересно спасибо большое удачи вам